Маткульт, привет, друзья мои! А это Александр Нестеров. Привет, Саша, дорогой. Привет, дорогой. Значит, во-первых, спасибо Саше, что пришел к нам сегодня. А во-вторых, где мы пишемся? А пишемся мы у Михаила Абрамовича в студии Поступашек. И сейчас будем... Спасибо огромное, Михаил, за гостеприимство. А это в Петербурге, я не выдаю секрет? Нет, нет, это известно. Это известно, да. Так что, вот, и, соответственно, сейчас мы обсудим тонкости приемной кампании. У нас был такой на канале выпуск, да, про то, как правильно организовать приемную кампанию. И в какой-то момент даже казалось, что они это берут, и берут на 2024 год, на ближайший. Последние сведения стоят о том, что еще отложили, да, как я понимаю, на... Слухи. Слухи, не сведения, слухи, да. Хотя была прямо информация, мне прислали, что все, они уже приняты. И вот человек, который непосредственно дизайном, как это называется, занимался этой системой, мы сейчас будем разговаривать. Вот этот вот личный человек, который, грубо говоря, да, он будет нести ответственность, если, конечно, они не напортачат с его схемой, да, то есть он будет нести ответственность, если будет непосредственно его схема внедрена. Если какой-нибудь чиновник где-то пункт пишет с его точки зрения разумный, а по сути разрушающий всю идею, тогда, конечно, на Саше уже ответственности не будет. Ну, позвали, я поправлю тебя, я не хочу свою роль преувеличивать. Очень краткая предыстория была такая. В 21-м году был коллапс приемной кампании, мы тогда с коллегами Никита Калинина, Константин Сорокин, мы поняли, что вот приоткрылось это окошечко возможностей. И мы стали в это окошечко отправлять письма всеми каналами, через математиков, через наших начальников, через всех. Вот, что-то сработало, и действительно нас позвали рассказать, как бы мы устроили систему приема. Мы рассказали, это примерно то, что было у тебя на канале, динамический алгоритм Гейл-Шепплей, важно, чтобы именно он был динамический, плюс еще рекомендации. Мы про это рассказали, им это понравилось, но оказалось, что они не сразу поняли, когда они поняли, им еще больше понравилось. И потом началась новая жизнь, 24 февраля 2022 года, и у Минобра, у всех остальных появились совсем другие проблемы, новые территории включать. Да, да. Но остались там наши сообщники, сторонники, которые так просто это не бросали и продолжали звонить звоночке. У них появлялись понемногу такие сопереживатели в числе начальников, такие политические спонсоры, которые помогли опять вернуться к этому вопросу и продавить. И из затеи надо приделать ноги или колеса, как известно. И они сделали вот этот проект приказа сами, просто на основании того, что мы им объяснили тогда. С нами не связывались. Ну, к сожалению, в радости, сейчас я объясню что-то в новой системе хорошо, даже... Еще лучше, чем было, да? Ну, даже мы о таком не думали, что это можно реализовать, а они взяли и сделали. Мы им предлагали что-то попроще. Но в чем-то есть и проблемы, и непонятно пока, они вообще как-то изживаются или нет, или это просто конфликт с законодательством. Ага. Вот так, это предыстория. Это предыстория. Какая-то роль наша есть, но не сказать, что мы писали... А после того, как уже проект приказа был опубликован, я узнал об этом от тебя, ты узнал, наверное, второй день. Я от Миши. Миша от своего учителя информатики. Да, вот так вот расходятся эти сведения. Тогда я уже с ними связался, понял, как устроен законопроект, и даже сейчас я вам расскажу, кажется, он устроен достаточно хорошо. Да, поехали. Итак, новый законопроект о поступлении в ВУЗы, очень такой, как бы, продвинутый, да, с точки зрения сути, которого в мире мало где существует, да, в общем, в таком виде, если вообще нигде это существует, но который неизвестно будет ли в этом году принять. Да, да. Ну, посмотрим, да. Итак, что нужно понимать? Прием происходит отдельно на бюджетные места и на платные места. И это будет проблемой. Итак, разберемся сначала с бюджетными местами. Давай, можно даже поменяться вот так, чтобы ты, например, как бы отсюда начинал. Да. На бюджетные места в течение месяца, большой период времени, абитуриенты могут подавать списки со сквозными приоритетами, вот так это называется в положении, но это просто, значит, они подают список своих предпочтений. В списке может быть достаточно много программ, потому что это до пяти ВУЗов, до пяти направлений в каждом направлении. Да, кстати, ВУЗ-то же не просто подаешь в МГУ. Ты пишешь МГУ, там, химфанг, да, и там... Более того, не химфанг, направление подготовлено. А, еще даже, а, вот, скажем, у нас вот есть ПМИ, да, ФПМИ. Но это еще не все, мне нужно указать, например, направление, ФПМИ.реш, да, направление, это я сейчас рекламирую свое направление, да. Да, или ФПМИ.реш направление. Да, или, значит... У нас на одном направлении, да, на экономике, четыре программы, и это значит, что список твой может быть очень... И на каждой программе еще могут быть разные условия зачисления, там разные филиалы. В УВУШке это независимые кампусы, поэтому это разные вещи, но у каких-то ВУЗов это разные филиалы, поэтому твой список может... Ну, считали, там может полторы тысячи строчек быть в списке. Минимум разумный 25, вот, но с учетом всех этих возможностей, комбинаций, может быть очень-очень длинный список. В смысле, это разрешено сделать список из полторы тысячи программ? Потому что там есть программы и условия зачисления. Ты можешь такую программу с таким условием зачисления, такую программу, ее же с другим. Да. Вечерние забочные... Ну, хорошо, здесь очень много программ, но на сколько, в принципе, можно, вот, сколько можно написать школьнику, сколько разрешается? До пяти вузов. До пяти направлений. А, это 25? Ну, да, 25, но это может включать еще... Ну, это как бы минимум. Да, это минимум. А, ну, каждое направление может включать несколько программ, каждая программа может включать несколько филиалов. И тогда они будут в список, в слове, в вечернике. Да, и это все для них список. Может быть огромный. Огромный, да. Но не больше пяти вузов, не больше пяти направлений. Я долго это сказал. Это довольно сложно, я пытаюсь понять. Я думаю, просто пример можно... Да, пример, да. Сколько? До пяти вузов, до пяти направлений, а внутри них можно перечислять в любом порядке. И вузы даже смешивать. Например, первое, там, вуз Х, направление У, такой-то вид программы. Дальше какие-то другие, потом снова вуз Х, направление У, другой вид программы. Другой вид программы. Это надо объяснить, что школьники даже не поймут. И другое, что это зачисление, да. Например. Но при этом все бесплатно пока. Да, пока все бесплатно. В ШЭДном направлении экономика. Это вот так. Да. У нас уже четыре программы. Один, два, три, четыре. И тут разные, я сейчас не буду додаваться в детали, разные условные зачисления. На таком основании, на таком основании. Если бы еще у вышки петербуржской были какие-то свои филиалы, тогда бы это тоже все перемножалось. На филиал. Получается очень много. Пример условий зачисления, чтобы понятно было, о чем это речь. Что значит, что по программе это понятно, а что по условию зачисления? Например. Дневное, вечернее. А, все, 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 понятно. Как я понимаю. Заочное, очное, да? Да, вот это. Так, хорошо. Дальше идем. Так. Значит, оставляет список. Абитуриент может подавать этот список и менять его раз в день. Каждый день можно подавать новый список. Это все подается условно в госуслуги. Да, ровно раз в день можно менять. Это разумная дискретность понятная. Не каждую секунду можно менять. И раз в час система все пересчитывает. Все эти списки. Ага. Что она считает, я сейчас расскажу. И каждому сообщает, вот он указал какой-то свой список до 25, и сообщает, если бы все закончилось сейчас, то... Только вот здесь до 25, здесь больше. Да, да. Вот здесь до 25. Здесь может быть больше. Да, давай, так. Один, два. Да, и вот эти 25, но на самом деле весь список может гораздо длиннее. Так. И тогда система вам сообщает, что вот сейчас, если бы вам участвовать завершили, вы бы проходили в вашем списке. Максимум, да? Вот тут он приоритетный должен быть, да? Четкие приоритеты. И вот вы проходите в... Да, то есть сейчас вы рекомендованы к зачислению вот на эту программу. На эту программу. А условия зачисления уже не важны. И условия тоже пишут. Это все... На ваши условия. Это все один и тот же список. Давайте забудем сейчас про условия зачисления, кампусы, филиалы, все такое. В общем, есть один список приоритетов, где... Нет, и фига. Сколько угодно. Очень много. Да. И вот в этом вашем списке, напротив одной строчки, вы получаете отметку, что вы рекомендованы быть зачислены сюда. Так. И это уже не изменится. Ниже уже не будет. Будет, будет. Может быть. А, это не, это как раз по гейлу Шекли, это типа вас сюда... Вас сюда рекомендуют, например, в первый день. Да, понятно. Это ангажированность пока. Пока еще не... Сейчас. То есть нет гарантии. Сейчас я пытаюсь понять, когда появляется гарантия. Что это такое? Это на основании списков с обеих сторон мы просчитали гейлу Шекли, где абитуриенты предлагают. И сказали, кто... Ну, нашли стабильный список. Жены, это сейчас вузы. Мужики, это интулиенты, а жены вузы в исходном гейлу Шекли. И, соответственно, говорят, сюда пока ты попадаешь. Пока. Сюда ты попадаешь... Пока. В каком смысле? Ты сюда... А, сюда, да. Ты попадаешь сюда. Ты попадаешь... Если бы мы остановили приемную кампанию прямо сейчас, не уступали бы новые списки, не было бы никаких изменений, то тебя бы рекомендовали зачислять сюда. Так. Так как пересмотрят. Ну, могут приходить, да, новые, новые, новые расписки. Да, каждый час пересматриваются все, пересматриваются. Да, ну, вообще-то, если ничего не будет меняться, а только будут приходить новые, как бы ничего в твою пользу не будет меняться, никто не будет уходить с программой, на которую ты хочешь, то, да, ты можешь немножко упасть. Будешь падать, да. Да. Хорошо. Можешь и расти, да, если там вот... Можешь. Передумал вот этот, ничего по-другому сделал, и ты вверх. То есть и падать, и расти, в принципе. Да, можешь, можешь расти. Если снимаются. Если там кто-то снимается. Если снимается. Но, скорее всего, мы ожидаем, что... Первый месяц будут падать. Первый месяц, да. Чтобы больше будет новых каких-то событий. Да, школяне ты должны это понимать, что они еще не зачислены. Вот это, чтобы все понимали в этот момент, не надо радоваться, что у вас 0,3. И зачем... Ну, ладно, давай сначала до конца доведем это. Да. Потом общий для всех программ, для всех абитуриентов дедлайн нужно до этого срока, наконец, свои списки финализировать. Финализировать. Перестать менять. Да, больше ничего. И дальше они пересчитываются уже полностью. Теперь есть три дня, когда... Что могут делать бюджетные? Они могут отказываться от зачисления на бюджетное место вообще в этот сезон. Например, если оказалось, что я получил какую-то программу, которая мне не нравится, вот здесь я понимаю, что есть платная, дальше будет платный прием, и я гарантирую. Это пока шажурка бюджета. Это пока шажурка бюджета. Я тогда отказываюсь от этой программы и делаю огромную услугу всем остальным. Потому что, да, теперь... Все наверх? Все наверх. Кто-то получит эту программу, освободит место своей программы, кто-то получит и так далее, и так далее. Но забегают вперед, у меня нет стимулов больших это делать, к сожалению. Ага. И вот три дня этих заканчиваемых... А дается ли гарантия им, что на платной они получат не меньшее? Никто гарантии не дает, но общество платных программ у нас без конкурса. А, то есть, условная гарантия есть, потому что на самом деле... Да. Теперь начинается платный прием, он такой же длинный, и здесь такой дикий заплат. Вот. Здесь... Каждая программа на свои платные места может выбирать срок подачи документов. Они могут даже подать... Они могут даже выбрать вот этот вот дедлайн Т для программы. Он может быть такой же, как был и здесь. А может быть вот такой. И пока не понятно, чем это закончится. Ожидается, что какие-то программы будут конкурировать с бюджетными, такие конкурентные, самые хорошие. А другие будут подбирать отставки. Ну, в счете не к сентябрю, что-то. А кто так определится... То есть, это как бы июль, это как бы август, да? Да. Это конец августа, это... Конец июля. Конец июля. Так. Хорошо. И они сами могут определять порядок зачисления. В общем, сами решают, как что им делать. То есть, здесь может возникнуть какая-то ерунде в стиле 2021 года в каком-то платном сегменте, да? Ну, да. Однако, конкурса там нет. По факту. Даже есть хорошие университеты, ну, по крайней мере, они заявляют о себе как хорошие, там какие-то юридические, вот о которых я слышал, они берут всех, кто к ним придет. Они просто добавляют еще преподавателей, еще группы. Ну, да. У нас в самых лучших, понятно, что просто есть бутылочное горло, про которое мы как раз разговаривали в предыдущем видео, количество грамотных преподавателей, которые могут учить. Ну, придет завтра 10 тысяч человек, которые там все хотят получить образование высочайшего уровня и даже может быть готовы работать, но если нет преподавателей на их обучение, то привет. Да. Они его не получат. Но мы это понимаем, да. Мы это понимаем. Но это, к сожалению, не все понимают, да? То есть, вузы в основном говорят, приходите все, ну, включим вам онлайн мультики и будете по нему учиться, да? Вы нам заплатили деньги, это слава богу. Будем трассы. А дальше, извините, да, извините, как уж получится, да. Понял, понял, да. Да, то есть, они вот, да, я понял, ну, сразу понял все минусы, плюсы, в принципе, понял, да. А теперь, что же свободные камни, да? Сначала, что хорошее в этой системе, что мы и советовали. Вот этот сквозной список. Первый раз у нас появляется возможность для абитуриента не бегать со своим согласием. А подать один список. И, если вы не понимаете, что такое гилл-шепли, это значит, что ваше согласие просто переходит с первой строчки, если вы туда не попали, на вторую строчку. Если вы туда не попали, на третью строчку и так далее, наконец, когда вас вот не примут. Так вот определяется. Есть вероятность, что если у вас прям очень плохие результаты по ЕГЭ или там какие-то, да, то он вообще никуда не примут. Вообще никуда не примут. Ну, такой человек, он, скорее всего, выберет и место заведомо. Ну, наверное, если он, да. А это второй вопрос. Вам не нужно угадывать. Вы увидите в течение месяца свои перспективы. Нет, нет, смотрите, что я хочу сказать. Очень хорошо, что вы можете получать обратную связь от системы. Даже те, кто не посмотрит это видео и не поймут, как работает вот этот черный ящик механизма, они поймут, какие у них шансы. И нужно им, например, если они подали какие-то пять программ, и они попали в лучшую из пяти, они попробуют какую-то еще, еще более амбициозную. И наоборот, если они не попали ни в какую из пяти, тогда они такой более консервативный список идут. Это очень хорошо. Это то, как раз, зачем мы рекомендовали сделать динамический, чтобы была обратная связь. Здесь она даже такая комплексная. То есть, вы получаете в течение месяца прямо такой срез информации вообще обо всем рынке. Это очень хорошо. Да, если кто не знает про Гейл Шерли, в описании к видео ссылка на наш разговор на канале. Уже есть? Подробнейший, да. Уже есть? Ссылку, конечно, будет, да. Сразу же. Вот она. Ну, в смысле, будет. Когда вы будете смотреть, она будет, вы будете ее видеть. Они разберутся. Так, это то, что, очень хорошо, сквозные списки и вот эта обратная связь в течение месяца. Подводные камни. Давай. Во-первых, мы уже упомянули. Если абитуриент получит место, которое ему нравится меньше, чем какая-то платная программа, на которую он может пройти, у него нет никаких стимулов отказываться в течение этих трех дней от этого бюджетного места. Почему? Даже наоборот, у него стимулы не отказываются. Ему не понравилось то место, которое он получил, но есть надежда, что кто-то откажется от своих мест в более предпочтительных программах. И тогда меня повысит. В течение трех дней, да? В течение трех дней, да. Там же уже никто не может отказываться. То есть это уже автоматически перечислено. В течение трех дней каждый абитуриент может отказаться от бюджетного места, на которое его зачислили. А, сейчас, то есть он переписывать списки уже не может. И только крестики ставить, отказ. Да, он может отказаться от бюджетного приема вообще. Целиком. Да, он может отказаться от того, да. Место, куда его принять. А если отказались от места, то ему дадут другое место, или нет? Вот в эти три дня. Вот я пытаюсь сказать. Или нет? Нет, новое взять уже нельзя. Только в старое. Все. Сейчас вот здесь, короче, им всем выносится предложение а-ля уже замуж совсем. Да. Все. Значит, мы вам всем предлагаем вот эти места в ваших бюджетных программах. Да. И ты можешь отказаться от бюджетного приема вообще в этот сезон. И это единственное, что ты можешь здесь сделать. Да. Так. Ух ты ли, Игорь. То есть, если... Это задача перекрестка. Модель перекресток, знаешь, да? Один тормозит, другой проезжает, один тормозит, другой проезжает. И здесь, если ты надеешься, что другие тебе уступят, да? Да. А нет, кажется. То ты, наоборот, сдвинешься наверх. И поэтому ты ждешь, как бы... И вот эта модель, да кто кого передавит. Ну, видишь еще, здесь нет возможности обменяться местами, что такое хитрое придумание. Ты отказываешься от бюджетного приема вообще. Не то, что ты отказываешься и ожидаешь, что тебе повезет какую-то другую программу получить. Отказываешься совсем. Отказался от бюджетного приема. Ну, правда, потому что ты получил какую-то плохую бюджетную программу. Есть какая-то платная, которую ты... Ты, может, деньги свой посчитал, кредит взял и... Что-то придумал. Да. И отказался. И отказался, и хорошо. Тогда ты всем остальным сделал хорошо. Да. И они надеются, что другие откажутся, не остальных. Ну, если есть какие-то стимулы, да, то они только в пользу того, чтобы не отказываться. И мы ожидаем очень большого числа потерянных мест. Ну, мы не знаем, какое это нужно оценивать. Потерянных мест, во-первых, вот... Сейчас, нахожу. Но он не отказался. Да. Он ждет до конца. Внимание. Вот здесь он уже знает, что он куда-то зачислен. Да, он, да. Ну, теперь он отказывается и идет на платное. Отказывается и идет на платное. Это уже называется... Он зачислен в университет на свое бюджетное место. И потом, после первого контроля, его отчисляют. Он уже первокурсник. И здесь конфликт с законом в том, что... А если эти принимают досюда? Вот он здесь уже зачислен, а эти принимают документы досюда. Ему что-то помешает формально все-таки забрать документы и отнести сюда? Нет, не помешает. По закону наш бюджетный, может эта проблема, может учиться на одном бюджетном месте и до трех платных мест. А, то есть он уже занимает вот это место, но при этом может параллельно учиться в каком-то платном. Да. Фиктивно находясь там. Да. И в этом минусе. Потому что его место могли бы занять те, кто хотят учиться там. Да. А он от него не отказался. Я не знаю предыстории этого закона, этого правила, что вы можете на четырех программах на время учиться. Кажется, четыре многовато, может даже две многовато. Но вот это и есть. Многовато, конечно. Ну, вообще, сама идея, что ты же не можешь ему запретить в этот момент идти, да, она должна быть как-то обработана. Может быть, как-то премировать, например, тех, кто отказывается в этот период. Примеровать. Вот мы берем, да, ну, как решаются такие моменты, как перекресток, субсидирование, да, как у нас же есть понятие, да, там. То есть это то же самое, парковочные места, да, ну, платить. А здесь наоборот, тебе, если ты отказался в эти три днях, именно в эти три днях, от места, куда тебя назначили, тебе, ну, как мы понимаем, скорее всего, ты это сделал, потому что ты хочешь на платную программу. В этом случае тебе государство, например, дает какие-нибудь подъемные 50 тысяч. Да, да. Один процент скидки от этой платной программы. Например. Хотя бы что-нибудь. Да. То есть вот что-то такое, что тебе все-таки позволит такую возможность рассмотреть, что давай лучше сейчас откажемся, мы чуть-чуть меньше заплатим за нашу платную программу. Да. А тут мы, получается, будем занимать чужое место, и это плохо. Да. Вот что-то такое надо сделать. Да. Вот этого пока не хватает. Другие варианты были бы допускать до платного рынка только тех, кто отказался или не получил здесь место или отказался. Нет, ну это же мы же должны убеждать этот платный рынок в чем-то. А как можно убедить платный рынок? Это рынок, который здесь живет по своим законам, да. Мы же не можем запретить вот там Шарашкина контора такая, да? Орлорежка красавица. Да, да. Открывается, говорит, у нас там гениальная программа для будущих, там, деятелей всего. Она дает образование, которое, значит, совместимо с зарплатой миллионов рублей в месяц, и мы это всем обещаем. Только сейчас вам нужно заплатить за это 10 миллионов, да? Ну и огромное количество идиотов, значит, туда идет. А как это законодательно-то убрать? Это же платное образование, как ты с ним, ну, ты же с ним ничего не сделаешь. Скорее всего, оно живет за счет денег людей, которые туда приходят. Есть лицензированные программы, да? Вот большинство программ, о которых мы говорим, это те же самые... Да, понятно. Это лицензированные, можно на них надавить. Да, в общем, надавить можно всегда. Можно было бы еще сделать, я не рекомендую это делать, если что, можно было бы сделать франшизу для бюджетных программ. То есть даже в бюджетной программе, если ты зачистен, ты должен что-то доплачивать, 1%. Ну, или можно, знаете, вначале занести 100 тысяч, а потом, когда закончат, 4 года пройдут, всего тебе вернут. Нет, нет, это не пройдет, в России не пройдет. Это нельзя, нет, нет. Нет, наоборот, нужно деньги дать тем, кто дисциплинированно откажется в эти три дня. Я не предлагаю сделать. А то, знаете, Алексей Ильич, может, с другой стороны люди специально начнут зачисляться, ну, вот, ну, как бы человек, да? Да, но им дают в том случае, если они будут зачислены на одну из платных программ, просто так-то ничего не дадут. Ну, хотя тоже верно. Да, вот два дня, в эти два дня. Нет, а смотрите, хочет идти на платную программу, изначально берет, зачисляется на бюджетные, такие совсем слабые, вот, отказывается. Он изначально хотел идти на платную, ну, вот, плюс еще он отказался от четырех, получается, с каждой по пять тысяч, вот еще двадцать. Это дает деньги тем, кто изначально хотел идти на платную, бесплатные. Ну, если это не очень большие деньги, то ничего страшного в этом нет. Ну, вот, государство, я думаю, вполне может. Вот эта дискуссия сейчас у нас была, просто о том, как стимул работать, да? Да, как работать стимул. Вы можете запрещать, вы можете заставлять, но вообще лучше давать стимул положительный. Лучше давать стимул, да, лучше здесь вот выделить два дня, например, из этих трех, в которые, если ты отказываешься, ты потом на платной получишь небольшой процент компенсации. Ну, или просто фиксированную сумму, государство. Да, да. Если, конечно, тебя зачислят, нормально, все. Ну, для лицензированных. Да. Не лицензированные никаких, тут ничего нельзя делать. Да. Но лицензированные, поэтому потом запретить вот здесь уже брать. Да. Например. Но не то же запретить. Нет, подожди, мы же не запрещаем ничего. Мы ничего не запрещаем. Они могут дальше спокойно идти, тогда просто эти ребята не получат. Надо минимально, вот принцип, да, принцип социального вот этого дизайна. Минимально обижать людей, минимально вносить какие-то коррективы, да. То есть я там слышал выступление мэра, кандидата в мэра, значит, от КПРФ в Москве. Мы ликвидируем платное образование, это наша глобальная цель. Все образование должно быть бесплатным. Ликвидируем платное. Как, значит, вот там, репетитор ведет занятие, к нему врывается ОМОН, значит… Врывает руку. Да, и отрывает правую руку. Вырываем язык с камерой, да. Да, и вот это совершенно полное непонимание, да, что… Даже я согласен совершенно, что там, хорошее, качественное, массовое образование бесплатное, это то, что нам нужно в стране. Но добиваться этого путем, значит, охоты на репетиторов, ну, это прям последнее, что может себе представить, да, и охоты на частные школы, да. Есть такая партия. Просто последнее, да. Вот, поэтому понятно, что это то, почему я, значит, совершенно не участвовал в этих выборах, как сказать. Собянин мне не близок после этой ужасной цифровизации, которую он провел, но все остальные были настолько намного еще хуже, что я просто даже не стал, как сказать, я не стал никого не призывать. Вот. То есть остальные просто это шиза какая-то, которая… Вот. Ну и, соответственно, нам нужно минимальное. Минимальное – это, конечно, вот два дня, давать скидку потом на… Небольшую скидку на платную программу, и все, и больше никак не это самое. И тогда это частично восстановит, как бы. Да, но вот я пока думаю о других вариантах переустройства. Можно было бы… То есть это не проходной, да, вариант? В Госдуме другой, да? Почему? Нет, это проход… Со скидочкой на платную программу. Это надо еще… Такой дизайн… Не знаю. Пока… Вот мои корреспонденты, авторы этого проекта, говорят, что… Любые мои рекомендации, советы – это противоречит какой-то норме, это какому-то правилу. В общем, пока кажется, что это вот самый единственный узкий коридор, который они могли найти. Но мы всегда можем попробовать и посмотреть, как это работает. Если будет работать плохо… А это прям какие-то эти самые модельные вводятся там… То есть это прям компьютерная симуляция происходит, да? Удаются там, скажем, вот эти предпочтения предыдущего года, примерно высчитанные как-то, да? По тому, что происходило год назад и считается как это будет. Я не думаю, что они это делают. Мы это делаем для науки и для… Да. Для того, чтобы понять, как это будет работать и рекомендации все это сделать. Но вообще можно было бы менять платные и бюджетные приемы местами, можно было бы проводить их одновременно, в одном списке, можно было бы параллельно, в разных списках. Ну, в общем, есть разный вариант, как это устроить, и это пока нужно изучить. Хорошо. Итак, мы поняли первую проблему. Вторая проблема в том, что у абитуриентов нет больших стимулов сообщать свои приоритеты рано. Мы понимаем, что система работает, вот эта обратная связь работает, только если у нас идет какое-то пиковое сообщение в начале, ну и потом мало-мало изменений, и так далее как-то сходится. А почему бы им не подать… А почему это не может быть такой рак, вот, как это бывало? Да, к концу будет какой-то… Да, вот это не говорит, что последний день. И она, конечно, будет. Если ничего не сделать, конечно, так и будет. Опять, нужны какие-то поощрения тем, кто подает раньше. Да, как мне объясняют оптимисты, списки больше похожи на заявления о приеме. Заявления подавались действительно в начале, согласия подавались в конце. Да. Заявления, чтобы, в принципе, попасть в гаражированные списки программ, подавались в начале, и все привыкли их подавать в начале, а потом они уже бегали с этим согласием. А сейчас мы объединяем и согласия, и списки. И вы можете подавать их в общую любовь. А, достаточно, да. То есть… Да, здесь разумным кажется, ну, сделайте вы первую неделю, когда обязательно нужно подать хотя бы какой-то список. И можно… То есть, второй дедлайн, как бы, вот досюда, если кто не подал досюда… Потом уже не может менять. Ты вообще не можешь уже подавать, в принципе, не можешь. То есть, ты уже не подал на этот год. Да. Все. Только платные. Да. А здесь уже происходят вот эти вот притурбации. Ты можешь, да. Да. Угу. Я не советую ограничивать… А может быть, не так. Если ты не подал сюда, то ты можешь подать здесь, но не меняя больше. Угу. Да. Это тоже… Минимальный стимул, да. Да. Тут у тебя есть возможность… Если ты подал в этот срок, ты потом можешь менять вплоть до самого конца. Если нет, ты не меняешь никогда уже. Да. После этой даты список будет фиксирован. Да. Технически невозможно. Давай так. Да. Ну, это достаточно хороший стимул для тех, кто сомневается. Подать первый список здесь. Мы объясним, что вы, если подадите здесь, вы потом сможете сколько угодно раз пересмотреть. А вот если вы здесь не подадите, все, вы уже подадите фиксированный список и уже извините. Да. Можно дальше разбираться в деталях, сделать так, чтобы этот список был представителем действительно. Например, вы не можете увеличивать число программ по сравнению со своим первым списком. Вы можете менять содержание. А это сейчас можно, да? Да, конечно можно. Вы подали в список одну программу, а потом 25. А потом 25. Да. Так можно. Ну, это нюансы. Ну да. И вот две главные проблемы. Раздельный прием, раздельный для рынка и то, что у нас нет стимулов составлять обратную связь. Ну, вторую вроде мы достаточно просто решили. Да, сложности начинаются с того момента, когда мы решили, но это противоречит много чему. Да, я понял. Это мы решили. Да. А у Харькова скажут, что это миллион тысяч самых каких-то подзаконных актов, да? Это еще система очень-очень инертна. Она сложна именно тем, что очень много групп интересов и внутри государства, и снаружи. И все это такие византийские политические процессы. Ну, все это сложно. Так что надеемся, что, может, не мы, может, наши дети, наши внуки заставят. В это время прекрасное, почему? Заставят. А скрой механизм западных интересантов. Вот ты говоришь, снаружи интересантов какие-то. А, нет, снаружи государство. Есть внутри государства. Государство не единое, да? У него есть разные… Что-то и снаружи государство, значит, это означает? Нет, нет, нет. Ну, снаружи государство – это министерство, агентство, какие-то там… Рособорнадзор. Есть частные люди. Минцифы. Это все интересно. А снаружи есть университеты, есть родители, есть дебютариенты. И у всех, у них есть какие-то здесь свои… У родителей с ветеринаром, в данном случае, статисты. Их же никто не спрашивает. Ну, до поры до времени их не спрашивают. Но им ради кого это все делается? Понятно, да. Но если… Это же сложный технический механизм. Да. Если мы видим, что на самом деле их реальный интерес – это попасть там максимум, куда они могут. Если мы видим, что это делается через этот механизм, то мы вполне можем на этом этапе их не спрашивать. Ну, они просто… Это сложно разобраться в таком сложном механизме, да? Поэтому, если будет каждая мама приходить и говорить, мне в этом механизме что-то не нравится, при этом не понимать его, это не то, что мы доказывали. То есть, их как раз можно совершенно на этом этапе игнорировать, на мой взгляд. Умные поймут. Вот из сильных групп интереса, неочевидных – это регионы. Мы не хотим, ну, или никакого региона не хочет, чтобы вот эта вся система была очень-очень конкурентной, чтобы любой самородок из какой-то… Ну, на сегодня любой самородок спокойно ведет в лучший ВУЗ, выиграв Олимпиаду. То есть, уже давно это… Да, мне очень понятно, как еще можно это… Я не думаю, что везде есть возможность для самородка найти себе тренера… Нет, нет, я не о том, те, кто нашли… Те, кто не нашли, а как здесь они, почему… То есть, почему эта система еще более высасывает, я не очень понимаю. Ты считаешь, что эта система будет еще более высасывать людей из региона, чем высасывает сейчас? Да, да, конечно. А по каким причинам? Мы это увидели очень явно… По каким причинам? В 21-м году, когда… До этого системы, до 21-го года, она была не очень конкурентна, но как-то к ней привыкли. Там было две волны, там нужно было согласен носить бумажные. И потом… И людям, кстати, психологически она до сих пор многим кажется самой комфортной. Деревья были больше, особенно тем, кто ее использовал, и просто было хорошее место, такая ошибка выжившая. А потом в 21-м она стала более хаотичной, более такой страшной, неопределенной, потому что не было второй волны. Вот это то, о чем мы говорили. И что мы видим, что сильные программы в 21-м году, по сравнению с предыдущим, проиграли. У них упал значительно, на 10-15 баллов в среднем проходной балл. Там с 95-ти до 80-ти, вот так вот в среднем. А слабые программы выиграли. Это значит, что конкуренция упала, регионы сохранили свои таланты. То есть кто-то говорил, что в 21-м году бардак был вполне себе… Бардак был, и все остались в своих безопасных местах. Если есть какая-то программа, куда я точно прохожу, зачем мне рисковать с Москвой-Петербургом? Нет, тогда вопрос вообще идеологии государства. Ну, как бы сказать, я понимаю, да, то есть, в принципе, идея иметь суперэлитные места обучения, она морально противоречит идее, что в любом регионе как-то учат. Но да, на сегодня проблема региональных вузов, мне известно, досконально более-менее, что происходит. Что просто в некоторых региональных вузах не происходит никакого реального обучения. Просто приходят, получают оценки и дипломы. И об этом прям в период… Ну, и понятно, что я не имею в виду Новосибирск, да, я имею в виду настоящие города, совсем слабые, что называется, в этом плане, хотя центры регионов. Не первые несколько городов, где все-таки что-то происходит, а вот такие. То есть вот… И если в этом случае в этих местах останется много хороших и сильных школьников учиться, но они просто разочаруются на данном этапе, понятно, что есть задача спасти эти вузы в дальнейшем. Да. Но на сегодня все-таки задача пока тех, кто может учиться… Нельзя спасать вузы, запирая школьников, заставляя их учиться. Ну, как-то да. Как-то да, но я должен понимать, что это да. При том, что я совершенно понимаю, что система, которая сейчас происходит, она ведет к полному отрыву, там, совершенному отрыву Питера и Москвы, с Новосибирском, там, этих трех городов и еще, может, парочки других. от всей остальной территории страны в плане вузовского образования. Это понятно. Да. Поэтому за ней должна была следовать какая-то еще очень-очень серьезная система поддержки этих вузов. Правильно. То есть нужно ввести эту систему отбора, а потом сказать, а вот если вы, ребята, остаетесь в регионе, то вам губернатор платит стипендию. 50 тысяч рублей в месяц. Или возвращаетесь в регион. Вот. Или возвращаетесь в рабочие места для вас специально. Да. Ну, на самом деле, самый главный стимул сегодняшнего дня – это, скорее, стипендия. То есть… Ну, стипендия, они уже, Алексеевич, в региональных вузах, они, как правило, очень хорошие. Вот в ИШЭ, там, не знаю сколько, три с половиной тысячи условно. Какая, может, Александр? Ну, вот, там примерно какие-то вот такие значения, да. А где-нибудь, я не помню, какой-то вуз мне рассказывали, господин. Ну, там, может быть, 30, запросто быть. Ну, это, наверное, высокодельные места, да? Ну, возможно. Ну, да. В этом случае все равно будут, если будут серьезные стипеньки появляться, то все равно часть детей будет оставаться на месте. То есть эта проблема будет решаться даже при этой системе отбора. То есть неправильно, как бы, неправильно портить систему отбора, чтобы снизить вот эту вот сегрегацию по регионам, да, дифференциации регионов, а правильно стимулировать финансово тех, кто остаются в регионе, учиться в регионе, если действительно в этом есть необходимость, а это, конечно, есть. Мы же сами с таким сталкиваемся, вот когда мы готовим сильных студентов и думаем, отправлять их за границу на PHD или нет. Так, похоже, морально. Все равно решает же сам студент. Ну, конечно, да, можно подсказывать. Помогать, не помогать, готовить. Помогать, не помогать, да. Ну, как бы, да, в хистеке мы ориентированы на внутреннее. Ну, мы еще и санкционные, так что нам очень просто. В экономике лучших, конечно, мы рекомендуем к поступлениям, вот как делать РЭШ и... До сих пор, да? Сейчас, сегодня или нет? Но при этом мы создаем рабочие места для тех, кто хочет вернуться. Конкурентные на международном уровне рабочие места... Ну, сейчас любой билет довольно сложный. Там и виз не дают, и то все. Сейчас, сейчас вообще, как бы, проблема немножко снялась. Ну, с образованием там легче. С образованием легче. Так, опять вернулись тесты, можно сдавать теперь. Вот, я к чему говорю. Нельзя стоять между ребенком и образованием. Нужно просто после того, как он получит лучшее образование, дать ему соответствующие условия труда. Рабочее место, зарплату. Ну, тем не менее, если региону сегодня нужны люди, ну, плати стипендию это не стоит между. Ну, немного, если у него нет хорошего вуза, плати стипендию, чтобы ты просто здесь вот сидел за партой. Ну, тут нужна просто вторая мера, да, сказавшая А, надо сказать Б. А именно платить профессорам и собрать нормальный образовательский состав. Да, да, да. Это, конечно, то, что мы все время говорим. Потому что безумцы из Министерства образования думают, что все решат электронные курсы. Это, конечно, не так. Есть риск того, что в первые годы, после того, как мы ведем эту систему, не все поймут, что ее только ввести было недостаточно, что мы увидим еще больше неравенства, еще больше разрывов. Вообще никто не будет в регионах оставаться. Не знаю. И только потом взреагируют на... Я не думаю, что такой риск в серьезном смысле есть. А вот вторая группа интересантов, это организаторы Олимпиад. Так. Я полагаю, что Олимпиады у нас появились как способы пойти вот этой неидеальной системой приема. Ну, мы спросим, в Олимпиадах происходит полный бардак. Абсолютный. Это правда. Потому что, вот, в Москве миллион рублей за победу, там, на каком-то... Ну, тогда, смотрите, Александр, это можно, мне кажется, вынести за скобки. Все-таки победители призеров Всероссийской Олимпиады за одиннадцатый класс сколько там? Семьдесят человек, я не скажу... Ну, да, но стремление. То есть, многие приезжают в города, чтобы просто побеждать... Смотрите, у вас есть тысячи людей, вот, с одной стороны, 70 участников Всероссийской, у которых есть депутат, а с другой стороны, тысячи людей, которые в вузовских Олимпиадах участвуют. Вот про что Александр говорит, что изначально, конечно, было сделано, но что... Ну да, то есть, если мы считаем, что все равно самые лучшие, конечно, будут учиться в Москве и Питере, тут ничего с Олимпиадами, это безобразие, но это не меняет ситуацию. Кстати, посмотрите, в проект этого приказа, там теперь общий порядок Олимпиады. Там не вузы определяют, какие Олимпиады засчитывать, какие нет, а вот они... То есть, опять к этой системе уровней возвращаются. Да, да. То есть, если раньше, тут я поясню, Алексей Владимирович, смотрите, если раньше вот была вот эта вот система, все Олимпиады имели уровень, первый, второй, третий. Так. Вот. И если вуз дает там льготы для Олимпиад первого уровня, то дает для всех Олимпиад первого уровня. Вот. Потом в какой-то момент, это было, не знаю, лет пять назад, возможно, или шесть, появилась возможность вузам выбирать из всех Олимпиад первого уровня только какие-то такие, за которые он хочет дать льготы. Фистех, например, мог выбрать там Олимпиаду МГУ и Олимпиаду ВШР, да, а другие не выбирать Олимпиаду первого уровня. То вот теперь, вот как Александр говорит в проекте, о котором написано, все Олимпиады, да, вот нужно вот четко по уровням, да. А в чем идея? Не знаю. Так, догадываюсь только просто больше порядка, чтобы… Может, там были какие-то злоупотребления со стороны вузов, какие Олимпиады засчитывать, какие нет. Организуем свою Олимпиаду, злоупотребление в том, что… Да, да, да. И только ее будем засчитывать, и тогда вы создаете, ну, лишнее время. Да, Абитуриен должен решать, какие Олимпиады проходить. И таким образом вы ограничиваете конкуренцию тоже. Но это в интересах вуза, безусловно. Да, в интересах вуза вот так вот огородиться и… Нет, только со своими подробностями. В принципе, в МФТИ в какой-то момент так вот и стало, да, что там немножко… Вот если раньше был Фистех второго уровня, да, и они принимали, там, допустим, одни Олимпиады, то потом, когда уже появилось вот это разделение всех второуровнев, остался только Фистех, да, а все остальные уже не были. Вот эти Олимпиады на нашем языке – это разрушение рынка. Вот тогда я поступал, не было еще центральной системы приема, и все маломальские разумные вузы проводили свои Олимпиады. У Горного была Олимпиада здесь, в Петербурге. У Горного была Олимпиада. Да, у Горного была Олимпиада. Да, потому что без этих Олимпиад мало кто пошел бы, или может поступил бы уже куда-то, вот до них бы не дошел. А так с Олимпиадой ты получаешь заранее результат, гарантию, что ты поступаешь, что кто-то из нашей школы туда пошел. А как, Сергей, она как-то с этим интерферируется? Да, интерферируется очень сильно. Если вы делаете систему нестабильную, нестабильная – это значит, что остаются свободные места, абитуриенты видят, что они могли пройти на какую-то программу, но не прошли, хотя не хотели. Просто система им не дала такую возможность. Ну, они принесли согласие, а списков не было. Ну, вот эти все симптомы нестабильности. Это до этого? До этого, да, до этого. В общем, когда система плохая, тогда у этих программ и у этих абитуриентов есть возможность, желание заключить контракт заранее. Вот я продаю алипиаду, ты ко мне придешь и поступишь. Да, понятно, да. Кроме того, если система очень такая хаотичная, неопределенная, большой риск, вообще не хочется до нее доходить, хочется заранее создавать. Да, я здесь буду учиться, и бог с ним. Здесь буду учиться, я получу какую-то алипиаду, которая у меня раз даст возможность. Ну, а что было плохое, если это происходит так же, и плюс еще вот этот механизм для тех, кто… Я не говорю, что плохое, я говорю, что это все не без издержек, не бесплатно. Проводить алипиады, участвовать в них, это все, ну, какое-то… Ну, это понятно, надо же ВУЗ сам решать. Пускай, но сейчас у него будет меньше стимулов это делать. Меньше стимулов? Да, меньше стимулов для абитуриентов участвовать. Казалось бы, у слабого ВУЗа будет больше стимулов? Ну, если в итоге система будет хорошая, у слабого ВУЗа будет желание теперь не огораживаться, а просто работать над качеством, над привлечением, ему не нужно будет захватить какую-то группу абитуриентов и с ними работать. Казалось бы будет, все равно по-прежнему. Мне кажется, что это никого не влияет. Потому что это не очень… Раньше я мог их вот так вот огородить, с ними работать, дать им какую-то олимпиаду, и они, инвестировав время в мою олимпиаду… А уже не будут? Да, уже не получаются. А сейчас они со своим… Почему я работал раньше? Потому что система ЕГЭ, ваш, условно, не работала. Ну да. Со своим баллом ЕГЭ я не знал, куда я поступлю. Очень определенно. А олимпиада не гарантировала, что… Да, ну теперь что. Хорошо. Не, ну в этом отношении, кстати, олимпиады уже давно не гарантируют. Вот в этом смысле. Они же уже не привязаны к ВУЗу. Ну и причем большинство таких слабых ВУЗов, это, наверное, основной момент, они как раз олимпиады сейчас уже не проводят. То есть, если мы говорим про то время, когда вы, Александр, поступали, это какой год примерно? Это 2002. Вот, 2002 год, да. То есть, тогда действительно олимпиад было намного больше. Сейчас, если посмотреть сайты наступавших, я могу предложить всем открыть, там список олимпиад по математике, не совру, 24 штуки в перечне. Вот. То есть, там две олимпиады от МГУ, олимпиады СПБГУ, ВШ. И, ну вот, я не знаю, что вот взять вот такого вот самого-самого, может быть, скромного толка ВУЗ, не знаю, наверное, УРФУ. УРФУ. Вот. Причем УРФУ это очень большой ВУЗ в принципе. Да. То есть, маленькие ВУЗы, они уже, видимо, не могут вписаться вот в эти рамки системы РСОЖ. Я думаю, что вот так. Я не очень понимаю, все-таки я как бы, я понимаю, что олимпиады это способ получить себе некоторое количество. Заранее. Заранее, да. Тезис в том, что… Я не понимаю, почему эта система как-то на это влияет сильно. Потому что она психологически более комфортна, вот, и в этом отношении. Да, потому что она будет очень предсказуемой… Ну, она очень комфортна. У тебя тут вот это, завтра вот это, послезавтра вот это, они будут чувствовать не очень хорошо. Представь, что из года в год вот она стабилизируется, вы будете знать, что на такую программу проходной балл из года в год примерно такой, и вот я получил на 10 больше, и все, я в безопасности, мне не нужны никакие олимпиады. Понимаешь, я думаю, что… Ну, это кому-то. А кому-то будут нужны… Ну, кому-то будут нужны… Ну, кому-то будут нужны… Меньше. Меньше. Олимпиады был способ обойти этот рынок, потому что система была плохой, неопределенной… А вот, может быть, не потому что система была плохой, а потому что ты не попадала в хорошие вузы, а… На основе ЕГЭ. Да. То есть, может быть, все-таки из-за этого, а не из-за другого. А если так, то это и будет… Ради этого останется. Но у Олимпиады вот две функции. Во-первых, да, другие задачи. И задачи, другие спосы подготовки к ней… Ну да, кто-то выбирает именно такой способ. В принципе, ЕГЭ можно обойти таким образом. ЕГЭ шаблонные, Олимпиады интересные обычно бывают, но как правило. Они разные бывают Олимпиады. Ну там, сильные Олимпиады… Но кроме того, очень важно, что Олимпиады происходят заранее. Да, и Олимпиады… Их много. Их много. Да, и я не вижу, почему это сильно. А представь, если бы они происходили после, то есть мы бы сначала все равно… Ну, это теория… Это же не будет. Это уже не будет. То есть, Олимпиад… Ну, вы скажите мне, почему Олимпиад появилось много или, может, их стало меньше, но они стали более массовыми. Если это так, то объяснение такое. Ну, если у вас плохая система приема, все хотят ее обойти и находят… Ну, мы посмотрим. Ну, конечно, нет. Не из-за этого. Ну, я еще, знаете, отмечу, что многие ребята, они… Ну, вот сейчас тоже, да, как мы говорили, происходит какое-то сепарирование, да, мест послабее, вот таких вот флагманов, да. И вот на ФКН ПМИ хотят все, все практически. Ну, там, не знаю, девять человек из десяти. Ну, да, да, да. И туда без Олимпиад поступить, ну, физически невозможно. Вот просто очень высокий конкурс в этом отношении. Вот. И… Ты имеешь что… Подожди, ты имеешь какой факультет? Факультет. Факультет компьютерных наук. Выше. Допустим. А. Или в физтех. Тоже очень непросто без Олимпиад поступить. Ну, и мы просто невозможно. Вот. Ну, так, грубо невозможно. Ну, вот. Ну, то есть там 310 нужно, ну, не 310, но больше 300. Нет, ну, это я просто не знаю. Я вообще не вижу здесь каких-то серьезных вообще причин для беспокойства. Может быть, ты прав, может быть, я прав. Ну, что-то случится с Олимпиадами. Ну, почему… Ничего страшного, да. Это все достаточно провалято. Кстати, вот про региональный вопрос более интересный. Потому что действительно более совершенная система высасывания может совершенно обезвожить регионы. Ну, здесь нет. Здесь ответ такой, что первая стипендия, вторая – устанавливать профессорский состав. Угу. Платите ему денежки. Ну, и потом… Большие. Москва не резиновые, да. Ну, Москва резиновые – это третий аргумент, да. Ну, на самом деле резиновые. Это не резиновые. Слава очень сильно, как бы сказать. Вот мы думали, сколько еще может регион… Ну, сколько может еще… Насколько она может еще вырасти? А воно пустили там эти экспрессы, спутники за 40 минут от Раменского… Ясно, что она может расти до 100 миллионов. То есть это как бы… Ну, как раз она резиновая. Не резиновая. В том смысле, что какой-нибудь город, там, Кострома, Ярославль может сделать очень хорошую платную программу, и она будет дешевле по жизни стоить, чем… Ну, и профессоров? Чем бюджетная в Москве. Ну, и платную программу, и привлечь профессоров из Москвы. Понимаешь, проще 10 профессоров привезти из Москвы? Нет. А студентов… Ну, хорошо. Мне кажется, возможности такие… Сейчас только из рубежа, попросите. Я говорил с директором одного очень сильного ВОЗа, который в ужасе от того, что с парферским составом происходит старение и вымирание. Вот. Ну, там… Я говорю, а деньги платить не пробовал? Ну, пробуем. Ну, кому? То есть, кому я могу платить? Где мне взять? Допустим, я завтра сделаю 200 тысяч рублей в месяц. Где я их возьму? Поэтому я не буду платить. Интересный паспорт. Да. Вы все из тех стали прикидывать, да? Ну, там… Кажется, разумная идея этого разочаровавшихся в вот эти два года. Очень много народу живет за рубежом, и многие из них разочаровались на самом деле. Что ни фига не пристроишься, все там дорого, все… Никому не нужен, в общем, по сути. И вот такие постепенно, на самом деле, возвращаются назад. Их надо хватать и привлекать. Но у ректора должна быть голова правильно настроена, чтобы он понимал, как это делается. А плохой ректор скажет, платная программа будет онлайн-программой. Все программы будут онлайн. Приходите к нам учиться. Посадим вас к ковид-экрану. Только денежкой заплатите сейчас за это. Ну, то есть, как бы… Я не думаю, что… В проблеме высаживания ресурсов из региона такую уж фатальную роль сыграет система. Фатальную роль играет состояние мозгов региональных начальников. И экономики. Ну, и экономика, которая… Да, в Москве известно, что там все… Ну, во-первых, жирубительства. В общем, маленьких зарплат очень мало, да? А в регионе все наоборот. Это понятно, да. То есть, ну, это как бы… Эта сегрегация уже произошла. Упорядочение системы набора, по-моему, имеет гораздо больше плюсов, чем минусов. По-моему, все ее минусы – это просто отражение минусов. Ну, да, да, да. У них проблем. Потому что у нас федерализма нет нормального. Ну, да, его нет, понятно, его нет, да. Ну, тут как бы, либо нам садиться и думать глобально об этих всех вещах. Ну, то есть, да, я эту систему рекомендую, конечно. Ну, мне кажется, знаете, будет особенно наглядно сейчас, поскольку люди, особенно абитуриенты, впервые, когда вот слышат это, им может кажется… Сейчас эта система несколько абстрактной. Может даже на конкретном примере вот попробовать написать, вот, там, не знаю, с вузами с конкретными, да, вот, там, человек один, как поступил, вот, и как это было по прошлой системе, и как это будет теперь. Да, 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 да. Вот, наверное, это будет вот именно наглядно, чтобы все уже до конца поняли, да, вот, что в итоге произошло. А, ну, так, то есть, сейчас какой-то пример, да, как она работает. Да, да. Сможешь, да, возродить прямо… Да, и за одну рекомендацию… Как вам следует поступать. Да, давай, сделай это, сейчас я… Единственное, что я… Давай, знаешь, что я… Ты начинай, я сейчас на две минуты отойду и вернусь. Хорошо. Хорошо. Да, и так, если вы знакомы с прошлой системой, которая сейчас работает, вы узнаете, что вы можете подавать список из нескольких программ в отдельный вуз. И потом вуз как-то будет учитывать ваши приоритеты в этом списке, ну, по-разному. Заверяетесь в списке сначала, да, после этого в какой-то момент транжирует этот список. Да. И вы несете согласие не на программу, а в вуз. Теперь вот это все будет не в одном вузе происходить, а вообще по всему множеству программ. То есть вы можете подать большой список, ну, скажем, 25. И чем больше, тем лучше, рекомендую не мельчить. И он будет упорядоченный, это первое, это третье, это четвертое, это пятая, это шестая, это далее. Рекомендую подавать его как можно раньше. А упорядоченный, давайте я сразу выточню, Александр, упорядоченный это то, как вы сами выставляете приоритет. Да. То есть вот это тоже очень важный момент, мне кажется, нужно проговорить, чтобы с самого начала, когда подали этот список, установили приоритет. Что для вас кажется самой интересной программой, а что, ну, вот прям таким запасным-запасным вариантом. Рекомендую подавать его как можно раньше, потом его можно будет менять и добавлять, и выбирать, и менять их местами. Так вот, 25 выпадает. Хорошо. Представьте теперь, что много абитуриентов это сделали. Каждая программа, которая была упомянута в списке, теперь включает вас в свой список. Вот это будет уже программа B, и она. Вот это вы абитуриент E, и вот она вас где-то включила список. И вот он первый назначил программу P, допустим, да? Да, программа P. Прикладная математика и информатика. И проранжировала его. Да, включила вас тоже. А теперь, ну, кто знает, мы берем все списки всех абитуриентов и все списки всех программ, и находим стабильное сочетание при помощи алгоритма Геалла Шепли, где абитуриенты предлагают. На основании этого система говорит, вы в этом стабильном сочетании попадаете в какую-то программу. То есть это, давайте поясним тоже, наверное, этот момент, что попасть в стабильное сочетание, это означает, соответственно, попасть в количество там КЦП, контрольные цифры приема, да? И при этом вы, соответственно, туда подали. Вот два вот этих фактора должны, соответственно, совпасть, да? Все, тогда вам, соответственно, туда дается зеленый свет. Да, что это за программа, вот эта программа P5? Это, видите, у каждой здесь образовались какие-то проходные баллы, и вот программа P5 это лучшее для вас, согласно вашим предсочтениям, где вы проходите по проходным баллам. То есть даже еще третий фактор, что вы должны пройти, вы должны попасть, она должна самой высокой быть в вашем списке. Да, да. И работает алгоритм, это все происходит за кадром, но так, чтобы вы понимали, сначала условно ваше согласие отправляется в первую программу, так со всеми абитуриентами, если вы попадаете, хорошо, если нет, то ваше согласие, ну, значит, вы не попали, вы в контрольные цифры приема, ваше согласие переходит тогда во вторую программу и так далее, вот на пятой это останавливается для вас, ну и для всех где-то тоже останавливается. Может так оказаться, что вы не попали вообще ни в эту программу в списке, вы можете менять теперь список, находите программу, куда вы попадаете. Хорошо. Итак, в течение месяца вы можете подавать эти списки, менять, так же делают другие абитуриенты. И будут меняться ваши абитуриенты. Да, и будут меняться, может так оказаться, что даже не меняя список, ваше место в программе, ну, точнее, в программе, которую вы получаете, она меняется. Ожидается, что она будет ухудшаться. В первые дни, когда еще мало принесли список, вы могли попасть даже в первую программу, представьте, что никто, только вы. Вы первые принесли банально все, вы попали. И через час, да, вы попадали в 0.00, через час. Уже на тысячном месте. Да, ну, через час пришло обновление, раз в час подсчитываются эти рекомендации к зачислению. Да, а там, после 2 часа вы уже. А там, кстати, будут указаны места, на которых вы находитесь условно? Ну, в положении это не прописано. Практика показывает, чем больше информации, тем лучше. Вы должны посмотреть эти списки, они должны быть доступны, ну, и свои списки должны быть доступны, и вообще списки все программы должны быть тоже доступны, чтобы... То есть, насколько это дает прохождение. Ну, да, вот это просто очень важная характеристика. Еще важно, особенно для маленьких программ, возможность судить, а кто эти люди, которые находятся надо мной. Вот, там, 10 мест на программе, я 11-й, и я вижу, что половина из тех, кто недавно, и они где-то еще... И прошли какой-то более классный пуст, допустим. Нет, если они прошли, это для меня уже не проблема. А, ну да, да. А вот если они не прошли, но с большой вероятностью они пройдут, вот, тогда есть шанс того, что я попаду. То есть, возможность проследить, что это за люди, какие у них вот эти айдишники в разных списках, это тоже другое. Вот в этом плане тоже раньше был очень хороший сервис. Он назывался... Админлист. Да, 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 админлист. В общем, давал хоть какую-то определенность, какое-то понимание ситуации, вот, в то нестабильное время. Если данные будут открытыми, пока планируется, что они будут открытыми, анонимизированы, но открытыми, то, ну, я ожидаю, что и поступашки, и админлист, кто бы за ним ни стоял, вот, смогут эти данные как-то ясно представлять для людей. Хорошо. И вот заканчивается этот месяц, все списки теперь менять уже нельзя, теперь есть вот эти три дня, когда вы можете только отказаться. Допустим, вы получили программу 5, а вы знаете, что есть какая-то платная программа, вот, она находится у вас на третьем месте, на самом деле. Ну, в списке она не включена, потому что это программа, вот, и тогда, и, например, вы знаете, что вы ее точно получите, потому что там нет конкурса, потому что вы созвонились с приемной комиссией, вы достаточно высокотом ранжируетесь, и какие-то, в общем, у вас есть серьезные основания, может быть, они даже уже какое-то предварительное соглашение с вами заключили, потому что правила приема здесь не регулируются особо, вот, можно, программу выберут и это делать заранее. Ясно. И тогда очень рекомендуется отказаться вот от этой вашей программы, потому что вы получили... Между прочим, государству выгодно стимулировать их к отказам, потому что это потраченные впустую деньги на это место. Да. Поэтому, на самом деле, первый механизм, который я предложил, субсидирование платной программы в случае отказа, это строка в целях государства России. А еще это выгодно программе самой. Да. Программу получает от абитуриента, ну, скажем, миллион в год. А если он ушел, то все. Нет, не миллион в год, это, наверное, миллион в целом, миллион за все. А если он ушел после первого года, она получает четверть от этого. То есть она будет видеть, кто настоящий, кто к ней попал. Да, да. Но ведь на этом этапе уже она не сможет начислить, зачислить новых. Она сможет. Если он отказался, то это произойдет автоматически. А, то есть все-таки в этом этапе тоже кто-то получит. Да, да, да. А, те, кто отказался. То есть до этого у вас все падало? Да. А вот здесь возможно вырастет. Когда люди отказываются. Да, когда люди отказываются. Да, ну тогда что же получилось? Вот я, например, я не отказался, я получил место. Да. И тут мне говорят, на самом деле, ты получил уже такой раз. Да. Когда ты отказываешься, она уже как бы не... Да, понимаешь, да? Я получила место. Я думаю, ну я не получил первое и второе. Вот эта платная, она лучше, чем то, что я получил. Нет, а если, вот подожди, вот я отказался. Вот мы спростимулировали. Вот я отказался, ушел. Да. Что с этим списком? Он же вверх должен сдвинуться. Значит, кто-то должен поступить, кто сейчас не получил. Да, это так. Но ты просто показываешь другой список. Это список абитуриентов. Вот список программы. Да, программа, 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 программа. Да, если какая-то программа... Вот в этой программе вот этот отказался, и он ушел. Что произошло дальше? Да, если вот этот ушел, тогда вот это вот и зачистили. И ему сейчас присылают об этом информацию. Да. Но у него уже есть приглашение сюда. И он получает приглашение сюда. Это приглашение аннулируется. Аннулируется автоматом. Да. То есть в эти дни на самом деле многие могут получить благие вести. Да. Вот. До этого только негативные в основном. Да. А после этого благие. Да. После каждого отказа происходит несколько благих вести. Вот. Значит, тем более надо обязательно стимулировать отказ от тех, кто, так сказать, это самое, да? Но, опять же, понимая это, да, все не хотят отказать. Мы увидели, что это выгодно программе, выгодно государству, выгодно всем абитериантам, которые получат благие вести. Но может быть рискованно для вот этого абитерианта, кто, в общем, написал отказ. Потому что я-то написал отказ от программы. Он написал отказ, пошел на платный, а другой не написал отказ и попал на более хорошую программу. И это чистая игра перекресток. Тут ничего не сделать. Надо стимулировать деньгами, кто-то будет так делать, кто-то так. Или просто все не учтешь. Или переделывал систему, делать ее одновременно. Хорошо. Итак, эти три дня закончились. Каждый получил рекомендацию, впечатление на какую-то программу. Ну, важно, наверное, еще раз на этом сделать акцент, что если ты был где-то в пятый, допустим, в зелененький, но отказался, когда, соответственно, от нее, то все, ее уже не вернуть. Да, ты отказался не только от программы бюджетной, ты отказался вообще от бюджетного приема вот в эти три дня. Если отказывается от программы, то отказывается от приема бюджета. Все, понятно, да. И тут, да, это вот чисто перекресток. А этот ждет и, может быть, двинется за счет оказок других. Ну, то да. Нет, тут субсидировали. Ну, то да, вот это субсидировали, это очередно. Переломить вот эти вот стимулы, ожидать. Только субсидировали. Начинается платный прием, как именно он будет выглядеть, покажет время в том смысле, что сами программы выделяют. Для каких-то, вот мы сейчас увидели, да, какая-то программа, чтобы забрать хорошего бюджета, она закончит конкурировать с этими бюджетными. Она скажет, приходите к нам, мы вас точно берем. Тогда условно он ее, хотя он не посвящает ее в список, но так как это происходит одновременно, вот эта вот платная программа, она оказывается у него. И он взвешивает прямо сейчас. То есть, если он подает документы сюда, он с гарантией повышит это место, и тогда сможет безопасно отказаться в течение трех дней вот этой программы. Поправильно все, да. Да. Некоторые будут делать так, а некоторые будут делать как-то по-другому. Ну да. Некоторые пойдут вот в конец августа, но лицензированные можно советовать делать так. Лицензированным и конкурентным, которые могут с бесплатными поконкурировать. Но большинство не такие. Большинство, да. Нет, большинство платного образования, это просто помойка для лохов, это совершенно ясно, но с этим, просто, надо понять, что с этим ничего сделать нельзя. Если человек хочет быть обманутым, он будет обманут. Ну просто, вот и все. Шутки, шарлатаны, которые в интернете, огромные деньги берут за консультацию ни о чем, но попытка с ними бороться, это себе дороже. То есть, совершенно ничего с этим делать нельзя. Да. Ну что, на этой мажорной ноте, да, завершим. Спасибо огромное, Саша. Главный вопрос, когда нам всего этого ожидать? Да. Самый-самый, основной. Да, факты такие. Опубликовано положение, вот этот вот проект приказа, вот сейчас я рассказал, как он работает, и в нем сказано, что он начнет работать с 24-го года. То есть, с этого сезона? Да. Но слухи говорят о том, что есть все еще много неопределенностей, как именно это будет работать, и все государства, и вот когда разговариваешь с чиновниками, они говорят, как же, там же еще март в следующем году. А, выпад, это такой март, что март везде каждый год. Пляски с бубнами, да, нам предстоят пляски с бубнами, да, там ритуальные мероприятия, это называется выбор президента. Это вот точно можно сказать, что и для родителей, и для детей, вот, ну, любое новшество, ну, любой вот новый формат, да, это всегда стресс, что нужно долго разбираться, непонятно по началу, да, но опять первый год работает, что, ну, там могут быть какие-то эти, поэтому, наверное, если в этом году будут, то до самого конца будут, как бы, оттягивать объявления. Но с другой стороны, март, ну, что, март. Ну, да, я понял, они объявят в апреле. Ну, да, что-нибудь такое. Да, я понимаю, я понял. Случай о том, что принято решение пока отложить. И за это неопределенность и с другим. И это печально для тех, кто будет поступать по старой системе в этом году, но хорошо для тех, кто успеет подготовиться, будет посмотреть наше видео. Ну, да. Вот так. Ну, в общем, надеемся на том, что это всем поможет. Да. И ребята, в общем-то, какое-то более адекватное представление будут понимать о том, как конкурс сейчас устроен. Ну, потому что вообще сейчас психологический фактор, он очень большой. Очень большой роль играет. И по факту, ну, действительно, иногда это уже просто нервы проверяются. И все. Не забывайте подписываться на каналы, товарищи. Да, на оба нашего канала. У тебя нет канала пока? Нет. Ну, значит, просто любите. Вы все равно подписывайтесь. Все равно подписывайтесь. Давай, давай, давай. До новых встреч.